Беспилотники «Орлан-10» поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане. 22 апреля 2019 года ТАСС-беспилотники «Орлан-10» поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане. Беспилотные комплексы «Орлан-10». Источник изображения – Вадим Савицкий, пресс-служба Минобороны РФ, ТАСС. Аппарат массой около 10 килограммов предназначен для наблюдения за объектами в труднодоступной местности в любых метеоусловиях. Екатеринбург, 21 апреля. Слеж ТАСС-слеж. Четыре новых комплекса «Орлан-10» поступили в батальон беспилотной авиации российской военной базы в Таджикистане, формирование которого планируется завершить в июне 2019 года. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба округа. На 201-ю военную базу в Таджикистане поступили четыре новых многофункциональных беспилотных комплекса «Орлан-10» для батальона беспилотной авиации, который будет сформирован к июню 2019 года. Новые комплексы увеличат боевые возможности мотострелковых и артиллерийских подразделений. БПЛ обеспечивают ведение воздушной разведки и обнаружение целей, а также корректирование огня артиллерии в режиме реального времени на максимальной дальности до 120 километров, говорится в сообщении. В состав формируемого на 201-й военной базе батальона войдут роты малой и ближней дальности, вооруженные комплексами с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3», «Элерон», «Гранат» и «Тахион», а также отряд большой дальности, оснащенный комплексом с БПЛ «Афарпост». Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах Душамбе и Бохтаре. Согласно соглашению, подписанному в октябре 2012 года, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года. О комплексе «Орлан-10». БЛАРЛАН-10 предназначен для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности в любых метеоусловиях. Масса аппарата около 10 килограммов. Орлан оснащен катапультным стартом, способен передавать видеосигнал высокого качества на пульт оператора в режиме реального времени на расстояние до 120 километров. Комплекс способен находиться в полете более 15 часов. Одним из главных преимуществ комплекса является его всесезонное использование и возможность устанавливать различные типы полезных нагрузок. С помощью отечественного многофункционального комплекса возможно одновременно управлять четырьмя БЛА и организовывать локальную сеть до 30 операторов для управления полезными нагрузками одновременно запускаемых БЛА. Право на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.